Привет, друзья! Корчевников Борис Вячеславович, известный в России телеведущий, журналист, актер. С 2010 года член Академии телевидения в России. Наверное, среди телезрителей нет того, чтобы сказал, что ни разу не слышал имени Бориса Корчевникова. Этот журналист и актер, буквально за несколько месяцев своей работы, в качестве телеведущего, смог завоевать любовь многотысячных поклонников, зарекомендовав себя как тактичную и чуткую личность. В эфире своей передачи он с легкостью, создает атмосферу искренности и доброжелательности, что в свою очередь значительно повышает рейтинги проекта. Еще одним местом работы этого мужчины стала должность руководителя на православном канале. Борис Вячеславович родился 20 июля 1982 года в городе Москва. Ирина Леонидовна, мама будущего журналиста, была заслуженным работников в сфере культуры, много лет проработав в Мухате. Вячеслав Орлов, отец мальчика, занимал должность руководителя в театре имени Александра Пушкина. Мужчина оставил супругу еще до того, как родился его наследник и вернулся только тогда, когда его ребенок достиг подросткового возраста. В первые годы своей биографии маленький Борис много времени проводил на работе у матери в театре. По этой причине он, зная всю жизнь за кулисье, совершенно не боялся сцены, когда нужно было выйти к зрителям. Когда Корчевникову исполнилось 8 лет, известный постановщик Олег Табаков спросил у него о его желании связать жизнь с миром театра. С этого времени будущая звезда часто получал роли в постановках, среди которых самыми значимыми были дорогие мои, хорошие и Борис Годунов. В то же время в планах молодого человека не было желания всю свою жизнь посвятить театру. В своих мечтах он видел себя известным журналистом. К ней он приблизился, будучи 11-ти классником, когда принял предложение стать ведущим телевизионного проекта «Там-там новости», которая периодически транслировалась на телеканале РТР. Когда он стал немного старше, ему предложили место репортера в передаче для молодого поколения под названием «Башня». В выпускном классе Борис Вячеславович долго решал, какой из вузов ему выбрать. В итоге он остановил свое внимание на МГУ и школе-студии МХАТ. Впоследствии он выбрал первый вариант, где стал студентом факультета журналистики. Нередко во время общения с гостями своей передачи «Судьба человека-журналист» и актер Борис Корчевников делятся и своими откровениями. Так, в разговоре с музыкантом Родионом Газмановым ведущий приоткрыл завесу тайны, почему в свои почти 40 лет он до сих пор не женат. И Родион, и Борис являются завидными женихами. Оба одного возраста, оба успешные мужчины, но с личной жизнью им не везет. Корчевников решил поинтересоваться у гостя, какова его версия того, почему до сих пор он не женат. Родион пояснил, что ему не везло с девушками. Кроме того, многие пассии не нравились его маме. Но Газманов-младший все равно не теряет надежды встретить свою единственную. Одиночество не тяготит музыканта, ведь у него есть любимая работа, друзья и домашний питомец. А вот Борис уже отчаялся обрести личное счастье. Услышав фразу гостя о том, что его девушки не нравились его маме, ведущий сказал, что тоже знакомил избранец со своей родительницей. И поэтому до их пор он так и не женился. Борис в свое время предпринимал попытки наладить личную жизнь. Одно время он встречался с моделью Анной Одеговой. Однако избраннице не понравилось матери артиста, поэтому он решил продолжить свои поиски. Анна Сесиль-Свердлова стала следующей пассией знаменитости. Но и эта красавица пришлась не ко двору, правда на этот раз не матери Бориса, а его отцу. И хотя папа скончался, но Борис помнил его слова о том, что Свердлова ему не пара, поэтому отказался от решения о свадьбе. В разговоре со своими звездными гостями Борис часто переводит беседу на тему личной жизни. Его особенно интересуют истории тех мужчин, которые создали семьи в зрелом возрасте. Слушая о счастливых браках, Корчевников всегда удивляется оптимизмом, гостей, как они смогли не отчаяться, а все-таки дождаться встречи со своей музой. Остается надеяться, что и Борису когда-нибудь повезет на личном фронте. Несмотря на тот факт, что Борис постоянно находится на виду, о своей личной жизни он предпочитает не рассказывать. Одно время в прессе гуляли слухи о его романтических отношениях с журналисткой и моделью Анной Одеговой. Тем не менее, до официального оформления отношений дело так и не дошло, так как пара объявила о своем расставании. Спустя несколько месяцев уже сам Борис подтвердил романтическую связь с Анной Сесиль Свердловской. Актриса родилась во Франции, однако росла в России. В 2015 году журналисты намекнули поклонникам о тайной свадьбе их кумира. Владимир Березин, коллега Корчевникова только подлил масло в огонь, опубликовав интервью, в котором рассказывал о том, что был гостем на этой свадьбе. Спустя время Борис опроверг слухи об официальной женитьбе, а вот расставание с девушкой переживал достаточно сложно. Впоследствии журналисты не оставляли попыток женить Бориса Вячеславовича, связывая его романтическими отношениями с актрисами и журналистками. К своему холостяцкому статусу журналист относится достаточно спокойно, хотя и не теряет надежды создать крепкую семью. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.